Всем привет, мои хорошие! Поздравляю вас всех с началом второго месяца весны, с первым апреля. Вот так вот у нас чудит погода в Подмосковье. Посмотрите, первое апреля, сколько снега. Караул. Кто бы мог подумать, правда? Легли спать весной, проснулись зимой. Ну, он, конечно же, растает. Ну, вот так вот у нас чудит погода. Шутит, шутит. Поздравляет нас с первым апреля. Вода у нас, друзья, немного отошла. Сейчас дойду вам все покажу. Гусей уже пустили во двор, в птичий двор. Куры пока еще в парнике вместе с индоутками. Вот в этом парнике вместе, как и были. Ну, а немцы отдельно в своем парнике. Семен с девчонками пошел в свой парник. Так вот глобально вода отошла. Ну, поляна еще залита водой, конечно, полностью. Гусиный загон тоже залит пока еще полностью. Ну, все по порядку. Сейчас вам все покажу. Ну, вот, пока обошла всех своих красавиц и красавцев. Снежок так еще и не тает. Но уже такой больше с дождем идет. Сейчас покажу вам, что у нас с речкой. Ну, тут вот во дворе, как вы видите, воды уже нет. Ну, конечно, снег начнет таять, опять прибавится. Тут вот вода отступила на три ступеньки. Ступеньки здорово подмыли. Они теперь сильно под наклоном. Вот, на три ступеньки вода отступила. Еще три ступеньки полностью под водой. Мостики, естественно. В общем, еще на метр, даже больше, вода должна опускаться до более-менее нормы. Тут сейчас не видно, ребят, бетон. Вот тут у нас бетон. Вымыла. Короче, все бетонные плиты, бетонное покрытие. Все потрескалось. Под ним все вымыло. Тут вообще по берегу стал очень сильный уклон. Тут, как к курам заходить, тоже было ровное. Ровная вот тут вот была поверхность. Сейчас тут получилась ступенька. Тоже бетон весь потрескался, весь провалился. Потому что грунт вымыло. Из-под бетона вымыло грунт. И вымыло конкретно. Не знаю, как тут что досыпать. Тут вот где без снега видно. А, вот. Вот у меня под ногами. Видите, что? Все гуляет. Все гуляет. Да, гусики-гагусики. Гусики так эту гусеньку одну и обижают. И кушать ей не дают. И бьют ее. Бедненькая. Я уже жду, не дождусь, когда уйдет вода с гусиного загона. Чтобы гусей отправить в загон. А она бы тут отъелась хоть с курами. Никак они ее не взлюбили и все. Тут вот тоже, видите, никак пока их еще сюда не запустишь. Вода стоит. И она так стоит опасно, что она в любой момент может подняться. Еще очень большой уровень воды. Ну и там на поляне тоже. Поляну не открываю пока. Еще уровень воды очень большой. Спрашивали меня, Тань, что с заборами? Не знаю пока, что с заборами. Я просто туда не могу никуда еще выйти. Чтобы пройти спокойно, не боясь провалиться под воду. Чтобы берег хоть чуть-чуть, чтобы вода ушла. Пойду потом смотреть, что с заборами, что подмыло, что не подмыло. Ни с этой стороны, ни со стороны огородов. Нигде еще не было. Пока не дает вода посмотреть. Но видно, что сильно грунт подмытый. И все опять ушло. Все, что мы подсыпали в прошлом году. А подсыпали мы очень много. И мешки с цементом прям ложили. Ну вот уже который застывший такой вот негодный. Люди выбрасывают на мусорку. Мы подбирали, прямо укладывали мешки. Сколько я тележек привезла с асфальтовой крошкой. С асфальтовыми камнями. Сколько здесь было заложено. И опять все вымыто. Все видно, прямо очень сильно все вымыто снова. И щебенкой Толик засыпал. В общем, поднимали, поднимали, поднимали. Пора начинать сначала. Этот забор завалился. Ну, не так, что прям совсем упал. Но он, видно, туда вот наклонен. И забирает у нас речка, и забирает у нас речка территорию все больше, больше и больше. Она как-то вот сюда, на нашу сторону больше поднимается. И забирает у нас землю. То есть, за этим забором, лет 6-7 назад, стоял другой забор. Он ушел под воду. Отодвинули на полметра, поставили этот забор. Он уже опять стоит на самом краю. В общем, чудит речка. Скоро сдвинет нас досюда, наверное, уже. Ну, а в остальном все хорошо. Как в той песне. Конюшня сгорела, что-то там еще случилось. Ну, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Живы, и слава богу. Вот так вот, ребят. Будем думать, как нам заказывать щебень или заказывать глину. Что нам делать, я не знаю. Вот эти вот укрепления вдоль берега. Все, все, что... А вот, вот тут вот сейчас очень хорошо видно. Видите, что с забором стало? Вот. Вон, волной он стал. Он был прямой, ровненький. А сейчас стал вот такой вот. Потому что все заваливается. Трубы подмывают. Укрепление подмывает. Надо делать какие-то новые заграждения. Как-то все это укреплять. Не знаю, посмотрим. Было бы здоровье, конечно. В прошлом году нам было не до этого. У нас в позапрошлом году, получается, свекровь скончалась. В прошлом году свекр сильно болел. Нам не до этого было. Мы все по больницам. Потом осенью я заболела. Только вот прооперировалась в феврале. Но в этом году, дай бог, мы будем сильные и здоровые. И займемся уже укреплением берега и домом. Ладно, мои хорошие. Поделилась новостями. В принципе, вода более-менее отходит. Хотя бы можно по двору пройти. Ворота хотя бы не залиты водой и дорога. А остальные мелочи. Прорвемся, как говорится. Люблю, целую вас всех. Хорошего вам настроения. Всем здоровья, всем удачи. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok